Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». В Кишиневе создана инициативная группа по проведению референдума за отставку Киртака. Председателем инициативной группы большинством голосов был избран гражданский активист Виктор Кирон. Вице-председателем стал муниципальный советник от партии социалистов Станислав Вартанян. Теперь группе предстоит регистрация в суде, после чего его члены смогут заняться непосредственно сбором подписей для организации плебисцита. Нетрудно понять, что послужило причиной столь активного отклика столичных жителей, желающих изменений в жизни главного города страны. Причин более чем достаточно. Главное, как мне кажется, довести до логического и ожидаемого финала инициативы по проведению референдума по отставке сегодняшнего Кишиневского мэра. Как будет проходить работа инициативной группы, что предстоит преодолеть и что станет гарантией успеха, об этом мы поговорим с гостями программы Виктором Кирондо, Станиславом Вартаняном и Сергеем Тафилат. Здравствуйте! Добрый день! Во-первых, мои поздравления Виктору с таким вотумом доверия кишиневцев, назначением председателем этой инициативной группы. Но следя за тем, как складывалось общение людей, пришедших в этот день, когда формировалась ваша группа, за тем, что высказывалось и как это все проходило, формировалось устойчивое впечатление, что даже, может быть, была часть людей, которые не были готовы к столь динамичному финалу, или, например, законченному финалу этой акции, была группа людей, которая, наверное, и не столь желала такого исхода событий, и что группа будет создана именно в этом формате, в таком формате, как она сегодня уже начала свою работу. Это ошибочное впечатление? Или, в общем-то, вот есть взгляд изнутри, например, вопрос к вам, но это восприятие не совсем верное, и, может быть, внутри схватки это выглядело несколько иначе? Нет, ну, нужно понимать, что мы не фильтровали как-то людей, которые пришли, потому что право людей приходить на такого рода собрания, и мы объявляли, что каждый человек, каждый житель Кишинева, который хочет быть членом вот этой инициативной группы, хочет помочь собирать подписи и добиваться референдума, он приглашен и может прийти. Но в то же время надо понимать, что те группы на фракции партии из муниципального совета, гражданское общество, активисты, которые организовали это мероприятие, были какие-то вещи, о которых заранее все договорились, что партии признали, мы говорили на пресс-конференции, в которой мы представили, что мы начинаем работать вместе, партии сказали, что они делают шаг назад и будут выдвигать представителя гражданского общества на пост председателя. и те люди, которые пришли, мы живем в демократическом обществе, любой человек может прийти и высказаться, и предложить какие-то вещи, но нужно понимать, что организация референдума очень серьезный процесс, и тут нужно слаженно работать, тут нужно не искать конфликта, потому что причин для конфликтов очень много, если мы будем каждой причине останавливаться, то мы никогда, конечно, и поэтому моя роль в этом процессе просто сплотить всех вместе, помогать всем вести диалог и добиваться организации референдума, потому что это наша единственная и важная цель, и для этого мы и собрались. А если мы начнем обсуждать всякого рода второстепенные проблемы, то мы будем зависать даже не начав ничего, потому что мы все провели, как предусматривает закон, мы сейчас подготавливаем все документы, и, наверное, через пару дней мы подадим их в суд, как предполагает закон. Как будет складываться работа, с чего она начнется, и в общем, какие... Во-первых, надо ждать решения суда, потому что пока группа не зарегистрирована, мы не можем делать следующие шаги. Уже если будет решение суда нас регистрировать, то мы начнем активную работу. Надо взять подписи в Центральной избирательной комиссии, взять подписные листы, начинать организацию сбора подписей, вести кампанию по продвижению... всей кампании по сбору подписей и так далее. То есть надо начать активную фазу работы. И я как... Мне не сильно нравится это слово «председатель». Но... Руководитель главного группы. Да, руководитель, потому что так предусматривает закон, что у этой группы должен быть руководитель и исполнительное бюро. Ну, мы будем просто помогать и организовать процесс, представлять эту группу, этих людей в суде, в других инстанциях, и обеспечивать, что все будет сделано вовремя, заранее и качественно. Понимаю. Но вот у меня, опять же, как и кишиневцы, и как наблюдателя за этими процессами, складывается впечатление, что от кишиневцев, с одной стороны, крайне волнует ситуация, среда, в которой мы живем, и в то же время кишиневцы находятся в таком, знаете, полусонном состоянии. Вот что нужно предпринять, чтобы разбудить кишиневцев, чтобы был радикально мощный ответ на это предложение, участвовать в референдуме? Мне кажется, уже все, что можно было, наш примар предпринял за эти 9 лет. Грубо говоря, он уже всех разбудил, потому что кишиневцы каждый день ходят по дорогам, ездят в общественном транспорте, встречают дожди в затопленных машинах, пытаются решать проблемы, в том числе экономические генды, и простые люди, которым нужно что-то приватизировать, или что-то построить, встречаются с проблемами в примарии относительно того, что если не даешь взятку, твое досье ложится в стопку большую тех, кто не дал взятки, а те, кто дают взятки, или те, кто приближены к примару тем или иным способом, их досье как-то продвигается быстро, и так далее и тому подобное. То есть, мне кажется, с точки зрения убеждения людей в необходимости этого референдума, здесь особо больших проблем не будет. Для нас сейчас самое главное, как уже Виктор сказал, это пройти все этапы предусмотрения законодательства, и в первую очередь пройти первый фильтр, это судебная система, которая, по идее, если мы сделаем все по закону, а мы делаем все очень тщательно, именно поэтому мы не спешим буквально на следующий день подавать в суд документы, мы сейчас как бы все сверяем в списке, что все было правильно, что люди от руки записали, вместе с тем, что мы дадим, по аргументации, что все было чисто. То есть, мы сделаем от себя, от организаторов, от партии, от гражданского общества, от простых кишиневцев, от экспертов, которые помогают нам, сделаем от нас все возможное, чтобы эта инициатива, общегражданская кишиневская инициатива, прошла по закону, и у суда не было ни единого повода для того, чтобы что-то где-то застопорить и сказать, что нет, мы сделали не так. Потому что в конце концов, да, многие люди говорят, что референдум такое дело, которое никогда не проходит, и есть свежие воспоминания о том, что произошло с платформой, да, но я считаю, что здесь немножко другая ситуация, потому что, если там это была одна, то ли гражданская инициатива, то ли все-таки одна политическая сила, то здесь, тут нет политической силы как таковой, здесь все политические силы практически, кроме либералов, объединились. Поэтому здесь тяжело будет идти против воли большинства кишиневцев. Я предполагаю, что есть некая, в основе вот этой, будем говорить, заторможенности реакции, возможности заторможенной реакции кишиневца, может лежать, наверное, и сформировавшаяся убежденность в том, что ничего не изменится. Ведь посмотрите, как говорится, если звезды зажигают, значит, кому-то это надо. Столько лет столичный мэр у власти нынешней, значит, это тоже кому-то надо. Есть некая сила, с которой надо будет с простым кишиневцем сразиться посредством или вооружившись референдумом. И здесь тоже, мне кажется, надо как-то убедить кишиневцев в том, что возможно изменить ситуацию. Ведь многие, я не знаю, кого не спросят, все говорят, ну ведь ничего же не меняется. Посмотрите, человеком все недовольны. Тем не менее идут голосовать, тем не менее идут, так сказать, какая-то поддержка. И насколько все-таки эти планы инициативной группы максимально близки к реалям сегодняшнего дня. Если позволите, я прокомментирую этот момент. Хочу напомнить древнее китайское пословице, когда ученик спрашивает учителя, учителя долго ли ждать перемен? Если ждать, то долго. Просто надо взять, собраться и сделать. Весь этот процесс, все это мероприятие имеет одну большую цель. Мы недовольны происходящим в нашем городе, об этом мы, наверное, поговорим отдельно. И этот референдум не означает отставку городоначальника. Это означает, что кишиневцам дается возможность проголосовать за или против отставки. Значит, если у нас получится, я надеюсь, у нас получится, и мы все усилия к этому приложим, это будет прецедент, когда жители города, недовольные руководством примарии, высказались против и добились того, что примар был отстранен от своей должности. Это будет большой прецедент и для будущих руководителей города, и других населенных пунктов. В общем, крупнейшего города. Абсолютно. Поэтому это абсолютно демократический процесс. Это то же самое, как в любом классе в школе, выбирается шеф класса, и если ученикам не нравится, как он выполняет свои обязанности, они встречаются, выбирают другого шефа класса. Это тот же самый процесс. — Юридическая поддержка действиям инициативной группы и, в общем-то, результатов самого референдума какая-то предполагается. Юридическая поддержка, но в том плане, чтобы, например, можно было пытаться предотвратить возможные, будем говорить, встречные иски к инициативной группе, протестовывание результатов самого референдума. — Есть группа юристов, которая занимается вопросами, и все, что нужно, это только следовать букве закона и сделать все правильно, как предусматривает закон. То есть никаких дополнительных каких-то вещей нет. Если суд найдет какие-то лазейки или какие-то возможности, чтобы не позволить нам зарегистрироваться, то я хочу посмотреть на эти аргументы. То есть если мы все делаем нормально, если мы все делаем по закону, если нет никаких претензий, то значит вы не имеете, никто не имеет права отобрать у людей право организовать референдум, потому что если у людей нет такого права, то мы не можем назваться демократическим государством. Это основное право людей организовать референдум, особенно местное. С републиканским там на уровне всей страны еще посложнее там. Но на местном уровне это одно из важнейших прав прав жителей города организовать референдум. Не только по отставке или там в связи с действиями руководства города, но и по другим важным проблемам. А у нас получается, что важные для людей, для жителей решения принимаются какими-то чиновниками, которым у нас очень большие претензии, которых мы подозреваем в коррупции и в нечестности. То есть и в демократических государствах, в демократических городах референдум является основным правом людей и они могут высказаться по поводу той или иной проблемы. И поэтому я не вижу никаких причин, особенно юридических, чтобы нашу группу не зарегистрировали. Потому что, опять же, сама регистрация группы и сама организация референдума, это еще не значит, что Кирдак будет уволен или отстранен. В принципе, конечная цель все равно, ожидание кишельцев, изменение ситуации. И люди, которые хотят его отставки, придут на выборы, получают бюллетень и проголосуют за или против отставки. То есть это вполне демократический процесс. Я общался, еще добавить еще один важный момент, общался с моим близким другом из Сан-Франциско. У них в городе есть электронная платформа, где каждый житель может проголосовать не только за отстранение руководства города, но и за стратегические вопросы развития города или благоустройства. То есть есть электронная платформа, где каждый может проголосовать за или против разного рода проектов через электронную подпись. То есть это абсолютно демократический процесс. Только мы живем как-то в другой стране получается, где нам с экранов телевизора говорят, с одной стороны, что мы интегрируемся в Европу, а с другой стороны, это простая диктатура, где просто бандиты творят то, что им нравится. Если прокомментирую, электронное голосование и своего рода мини-референдумы постоянно, они происходят во всех городах мира, в чем не важно, Европа, Америка или Россия. Наши советники ездили в разные города. Я был лично на Московском уребанистическом форуме, где рассказывалось, как работает, к примеру, система активных гражданин в той же Москве. Миллион триста тысяч человек за год использовали ее. И там тысячами голосований по мелким вопросам. То есть это нормальное явление. Что касается местного референдума или общенационального, конечно, есть различия, это мы понимаем. Но в чем проблема, в чем главное различие, конечно же, национальный референдум, он более сложный. Более сложные вопросы. И там могут быть разные мнения и интерпретации. Здесь, в городе, в любом местности, вещи происходят очень быстро. И мы буквально можем иметь какую-то стройку, которая идет сегодня, через три месяца там уже обваливается полстены. и человек в чем-то виноват. Происходит трагедия, пожар. Через три месяца никто не уволен. Через два месяца после пожара люди падают в центре города с карусели. А это молодые девушки, которые могли, слава богу, они выжили, могли быть дети, которые упали бы. И, извините меня, в трагическом... То есть вещи происходят в Кишиневе, в городе намного быстрее, чем по всей стране. И тут все видно, все как на ладони. Понимаю. Вот как, на Ваш взгляд, сами функционеры при мэрии отнеслись к тому, к рождению инициативной группы по отставке их лидера, будем говорить, исполнительной власти, на Ваш взгляд? По существу никаких возражений не было. То есть по тем проблемам, о которых Истас только что выражался. Единственная реакция, это уже уклон от ответов на вопросы. на реальные вопросы. И интерпретации, что это какие-то политические игры или шоу. То есть никакого существенного ответа по реальным проблемам города. Ну, как правило, в Вашингтоне мы и не видели никогда от русских чиновников. Если кто-то попытается наладить взаимоотношения с при мэрии по любым вопросам. Значит, это выглядит примерно так, что те чиновники, которые сейчас в при мэрии находятся, они воспринимают свою должность как собственный бизнес. И тут кто-то пришел и требует транспарентность. Кто-то пришел и требует в чем-то жизненный бизнес. Их никто не... Проверку публичных, муниципальных предприятий, куда уходят деньги. То есть деньги выделяются, а кто проверяет, насколько эффективно они потрачены, на это вопрос никто не хочет. На эти вопросы никто не хочет отвечать. Я не знаю, сколько людей еще должно сгореть в ресторанах, потому что не проверяется пожаробезопасность. Сколько людей должно погибнуть от падающих веток, деревьев, сколько машин должно еще быть затоплено, сломано из-за падающих деревьев. Сколько еще могут терпеть люди с ограниченными возможностями, которые не могут нормально передвигаться по разбитым тротуарам или пользоваться общественным транспортом, чтобы градоначальник понял, что он не справляется уже на протяжении более 9 лет со своими главными обязанностями быть нормальным руководителем. Не заниматься политикой и интеграцией вправо или влево, а решать проблемы города. Наказывать тех руководителей местных подразделений, притур, направлений, примарии, которые не справляются со своими обязанностями или берут взятки. То есть никто не занимается реальными проблемами Кишинева, просто либеральная партия высасывает деньги, продавая муниципальную собственность своим же приближенным лицам и так далее. Из-за этого страдаем мы. Потому что появляется незаконное строительство, где был раньше стадион или где просто какое-то общественное место во дворе. Там не предусмотрены парковочные места. Эти машины паркаются на улице. Из-за этого создаются пробки, и мы не можем вовремя попасть из одной части города в другую. Почему кто-то зарабатывает деньги на незаконном строительстве, а мы должны от этого страдать? Нам не нравится, мы не согласны, и нас не устраивает такая ситуация. И поэтому мы пришли с инициативой организовать референдум. И если большинство жителей города тоже согласятся с нашей позицией, что они недовольны происходящим, то этот примар должен уйти. И вот так ставим вопрос. Как маленькое дополнение, вы говорите, как отнеслись чиновники примарей. Да никак, по одной простой причине. Они никого, ничего не боятся. Они считают, что у них пожизненная крыша от верх стоящих, тех, кто контролирует судебную систему. И, собственно говоря, что им париться. Они как бы с иронией. И Кирдлак они сказали, если вы хотите увольнять моих сотрудников, не увольняйте, увольте меня, попробуйте. Давайте на слабо. То есть вот так. Это первое. Второе. Они дошли до того, что они интерпретируют решения муниципального совета сами как хотят. Какие-то решения подписывают, какие-то нет. Это как вопрос о секретаряти, вот вчерашнее большое разбирательство. Даже они не берут до внимания то, что в принципе это не их дело по большому счету интерпретировать. Это дело госканцелярии. Тем не менее, они те, что решения, которые им нужны, они подписывают. Это в основном земельные вопросы. И вопросы, которые связаны с их какими-то проектами. А те, которые реально нужны для города, например, изменения, институциональная реформа, например, регламент. Регламент до сих пор не поголосован, потому что секретарю не нравится пару глав, которые связаны с ним. Как будто мы ему регламент делаем или его. Да. Отставки тоже. Не нравится им, что Гамрецкого или Паята уволили. Они должны жить вечно там и работать. Это вечный бизнес. Понимаете? Поэтому, к сожалению, мы боремся, как можем, в муниципальном совете. Гражданские активисты борются, как могут, ежедневно, через статьи, через выступления, через какие-то обращения. Но мы дошли до того момента, что сегодня... Да, мы попробуем еще раз. То есть, несколько лет назад была попытка партии социалистов попыталась сделать референдум. Тогда судья сказал, что Нарри Тиме, и ее через месяц Тимофтью уволил. Ладно. Сегодня другая ситуация. Мы знаем, что происходит с либеральной партией. Их рейтинг упал за последний год, по-моему, до Плинтуса, в том числе из-за этого миллиарда пресловутого. Сегодня другая немножко ситуация в целом. Но, опять-таки, это политика. Наша задача, как мы говорили, предоставить горожанам возможность. Мы все договорились, что мы уходим от политики и все вместе объединяемся и предоставляем горожанам возможность. Дальше же, как решат горожане, так оно должно быть. Тем не менее, в социальных сетях нет-нет и появляются какие-то упреки, связанные с тем, что инициативная группа и сам референдум политически ангажированы. Вот как здесь убедить горожан, что это не так? Я понимаю, что в вашем лице мы видим представителя гражданского общества. Конечно, он политически ангажирован. А как иначе? Это политика. Что является основой демократии? Политика, полис, руководство полисом, городом. Конечно, это политика, потому что мы обсуждаем политические вопросы. Политические вопросы, связанностью с как тратятся публичные деньги, как делаются публичные проекты, как осваивается публичная муниципальная земля и так далее. И тот факт, что участвуют в этом партии, которые являются представлены в муниципальном совете, это нормально, потому что эти партии, за них голосовали люди. Сто с чем-то тысяч голосовали за социалистов, сорок тысяч с чем-то голосовал за Народной Европейской партии. Опять же, если вместе всех посчитать, то это получается намного больше людей, чем голосовали за Кирток и за его команду. И почему это не должен быть политически ангажированным процессом? То, что в это вовлеклось общественники, активисты городские, это тоже нормально, потому что мы в своей работе практически всегда должны сотрудничать с представителями и муниципального совета, и приморий. Идешь кто-то к претеру, к представителю спасти, верст, к муниципальным советникам и так далее, и так далее. То есть каждый по своим каким-то нишам, проблемам, которые занимаются. И вследствие вот этих взаимодействий и встреч, мы поняли, что других, потому что когда мы выходим к муниципальным советникам, я что-то спрашиваю, они говорят, ну ничего не можем делать. Потому что вот мы, например, вы просите транспарентность, мы хотели обеспечить транспарентность. Проголосовали за онлайн трансляции или там за то, чтобы вот эти все решения, электронные голосования и решения были опубликованы заранее, как предусматривает и закон о транспарентности. Да, но исполнение закона. Ну вот они не исполняют закон. Что мы можем с этим делать? То есть администрация Кирпака просто игнорирует всех, и жителей города, которые с ними не согласны и требуют каких-то изменений, и муниципальных советников, и вот это Фичуканчаларидистат, который показывает и дает, что каждое второе или третье постановление примара они аннулируют, потому что они незаконны. И правительство, и парламент, и так далее. Получается, что один Кирпака прав, а все остальные как-то против него. И поэтому люди должны понять, что да, составляющая, политическая составляющая в этом процессе имеется, но в этом ничего плохого, это нормально. Это не получается, что так какие-то гражданские активисты взяли на себя роль спасителей Кишинева. Нет, это всеобщая роль. Мы согласились выступать как флагманы этого процесса. Проводники. Потому что у нас есть опыт, и мы знакомы со всеми составляющими этой группы инициативной. Мы модерируем дискуссии, мы попытаемся как-то их привлечь роль арбитра, если можно так высказаться. И я не вижу в этом ничего страшного. Конечно, они пытаются это показать, что вот все против нас, и там рука Москвы, и Путин. Но это не первый раз. Они всегда там выборы, выигры. Видимо, рука Москвы мешала им строить нормальные улицы. Да, ну, я вот буквально один маленький вопрос в дополнение по поводу того, что они считают, то есть то, что Виктор сказал насчет того, что они не считают горожан за людей. А вот скажите, пожалуйста, кто из вас помнит, когда последний раз лично этот примар города о чем-то советовался с простыми кишиневцами? Когда хоть один раз он пришел на какие-то публичные слушания и что-то представил, какой-то проект и посоветовался с горожанами, с активистами. Вспомните, я помню, это было несколько лет назад, когда нужно было провести на месте джинта Латина, на Чеканах, огромный жилой комплекс для одного из экономических агентов. На месте спортивного студента. Вот, если помните, он пришел на джинта Латина, встал на бронемичок и рассказал в двух словах. Больше я не помню, чтобы он пришел на какие-то публичные слушания. Более того, пришел, я не помню особо, чтобы он их делал. Да, он пришел, выступил и ушел. Да. Не советовался с горожанами. Да, то есть, ну, БР города, публичные слушания, где, к которому он приходит, он даже не приходит на заседание муниципального совета, он не считает, это ниже его достоинства, приходить и с кем-то общего разговаривать. Ну, это в данном случае сейчас, так сказать, продолжение той борьбы, которая сложилась между исполнительной и законодательной властью в столице. И здесь, мне кажется, ну, я бы, наверное, включил бы какие-то судебные инстанции сюда, чтобы уже узаконить или распределить эти полномочия, но дело будущего. Парламент включил закон. Себе это сделали, ребята. Дарин Никитако через своего дядю в парламенте включил, и они проверили этот закон. Они жалуются, что нет законов, которые предусматривают, чтобы там эвакуировать неправильно паркованные машины, чтобы они не могут бороться с нелегальным строительством или коммерц. Торговля, торговля. Вот это уличная торговля. Тоже не могут, потому что у них нет законов. А нет законов, потому что их представители в парламенте эти законы не предлагали. Которые там на секундочку уже 7 лет. Да, а когда... Если у него гимн в той или иной степени, он нечастливает. Они могут предложить эти законы. Они не предлагали. Только сейчас, вот в 15-м году, они начали какие-то законы по уличной торговле, там по парковке машины и так далее предлагать. А 9 лет до этого что? 8 лет что они делали? Они вообще городом не занимались, получается. А когда им припекло, когда остались без большинства муниципальных советов, быстро провели через парламент, прямо очень быстро вот этот закон, который дают Киртаг и полномочия, которых нет ни у одного примара в республике. То есть у нас получается, что есть 900 с чем-то обычных примаров, есть один супер примар, у которого полномочия намного шире, чем у остальных других. Это не демократически, это не идет в... Ну, это уже все удали. Не нормально в разрез идет. Там шли и европейские картии. Конечно, то есть получается, что мы европейцы, да, мы идем в Европейский союз, мы что-то там пытаемся людям сказать, а на самом деле нас интересует просто, чтобы была такая вертикаль власти, которая нам бы давала возможность принимать решения, связывающие, то есть дающие возможность осваивать деньги. Вот вопрос такого рода. Для участия в референдуме будут приглашены все жители муниципи, включая и жители из пригородов. Конечно. И нет опасения, ведь многие эксперты, анализируя то, как завершались местные выборы в муниципе Гишинел, показывали, что в основном за либеральную партию голосуют те, кто живет в пригороде. То есть вот здесь нет ощущения того, что может быть и референдум окажется проигрышным с точки зрения, ну и с позиции тех, кто недоволен сегодняшней властью в городе. Да, здесь очень важный момент. Значит, расскажу интересный казус. Что происходило в пригородах? Почему там больше голосовало за либеральную партию? Не зря говорят, что деревня победила город. Значит, в прошлом году в июне мне лично предлагал один мой знакомый, который так или иначе поддерживает либеральную партию, чтобы я записался на прописку в пригороде и проголосовал за либеральную партию. То есть это происходит. Людей специально записывают, ставят на прописку, на учет в пригородах, чтобы они два раза голосовали и в городе, и в пригороде. Чтобы больше голосов было за либеральную партию. Значит, ну, теперь вот сложилась ситуация, что, не знаю, только ленивый, наверное, не упрекает, не пинает гражданина Киртуака. Поэтому с большой долей уверенности можно сказать, что есть большие шансы, что его можно отстранить путем референдума. Важно, чтобы этот референдум имел место, состоялся, да, состоялся 30 октября, когда будут и президентские выборы, чтобы... Была явка. Да, чтобы, значит, явка... Чтобы был признан состоявшийся... Еще нужно понимать... Я извиняюсь, что... Да, Еще нужно понимать одну простую вещь. Значит, если состоится референдум, недовольные граждане пойдут все, а сторонники Киртуака пойдут не все, потому что, ну, такая человеческая психология. Те, кто недовольны, они более мотивированы, чем те, которым все равно. И, согласно всем вопросам, я еще раз повторюсь, мы видим рейтинг лично Киртуака, по-моему, там меньше и меньше процента, 0,5-0,3. Поэтому, если референдум состоится в один день с президентскими выборами, шанс на то, что соберется больше, по-моему, 163 тысячи за него голосовали. То есть, на один голос больше против, чем голосовали за него, очень и очень велики. Если не состоится весной, весной уже будет тяжелее собрать людей, но, как говорится, до весны еще нужно дожить. Наша задача сейчас, чтобы он состоялся. Дальше уже мы разберемся. Даже господин Канду высказывался месяц или два месяца назад на телевидении. Даже председатель Конституционного суда Танаса тоже конфессионал. Экс-прокурор Кишнир Иван Дьяков пришел к стройке. То есть, все недовольны. Все. Если бы Киртуака реально имел хоть какие-то европейские ценности или, не знаю, просто человеческие ценности, он бы уже давно подал в отставку. У него нет таких ценностей. Ну, осталась, наверное, только пристройка Конституционного суда. А если бы голоса ГИМПу не нужны были вообще в парламенте никому, правящему большинству, то большая верность в том, что Киртагов был бы где-то рядом уже с Филатом. То есть, парламентское большинство с ним бы расправилось. Но есть ли уверенность в том, что именно 30 октября можно будет организовать референту? Ну, как я знаю, на СССР, потому что это зависит от муниципального совета. После того, как мы соберем подписи, отнесем их в суд, они проверят и скажут, что да, действительно собралось, а не действительно. Следующая роль муниципального совета. То есть, исходя из этого, из того, что собрались достаточно количество подписей, референдум может быть организован, муниципальный совет принимает решение, когда его организовать. и предлагает дату 30 октября, потому что по закону ни раньше 120 дней, ни позже невозможно. И единственная возможность это в день президентских выборов. То есть, это не проблема. Главное, чтобы не появились проблемы вот на уровне регистрации групп, инициативной группы, и потом на уровне... Насколько суду отведено времени для того, чтобы зарегистрировать вашу группу? Ну, там есть у них 5 дней, там закон предусматривает так не сильно конкретно, но есть термин резонабель. В нашей стране это такое дело, что можно все предусмотреть под этим темом. Ну, и кроме этого, еще хотел бы напомнить все-таки, что и будет голосование в муниципальном совете. Мы знаем о второй возможности, чтобы муниципальные советники инициировали референдум двумя третями голоса, голосов. Это значит 34 советника. Если это произойдет, если мы наберем каким-то образом голоса, теоретически есть такая возможность, потому что мы знаем, что даже в либеральной фракции есть люди недовольные примаром Киртулако и готовые буквально сегодня проголосовать. Вопрос в том, что им могут всем не разрешить прийти, то есть, чтобы им туда не подошло будет... С ними надо общаться. Общаться, потому что в детально голосование. Чтобы они получат секретные голоса. Если так получится, мы сэкономим много времени, сил, людей. Нет, мы будем идти в любом случае параллельный процесс. Абсолютно. Сколько времени уйдет на то, чтобы собрать эти подписи? 30 дней. Заход предусматривает от 30 до 60 дней и минимум за 30 дней мы должны собрать это количество подписей. Суть, если работать оперативно и есть настройки шиневцев, чтобы провести этот референдум, я предполагаю, что за 2 недели можно собрать 100 тысяч подписей. И чем раньше мы отнесем эти подписи в суд и пройдем все процедуры, тем больше шансов, что мы успеем до 30 октября организовать и провести референдум. Здесь очень важная вещь, которую я хочу отметить. Если результат референдума будет положительный и Киртуака будет отстранен, будут досрочные выборы на должность примара и его мандат истечет в 2019 году. То есть только на 2 года. На 2 года будет назначен. И даже если выберем кого-то другого и нас опять же это не устроит, то через 2 года мы его можем снять с должности. То есть я не вижу абсолютно никаких проблем. И это демократический процесс и мы должны понять, что горожане могут участвовать и могут решать свои проблемы. То есть у нас есть достаточный инструмент. При этом тяжело представить человека, который мог бы за 2 года сделать хуже, чем за 9 лет. Но опять-таки это демократия. Понимаю. А как будет проходить сбор подписей? Будут какие-то организованы пункты для сбора подписей? Или это будут ходить активисты в дома? Нет еще решения, как будет происходить. Есть идеи. Возможно, будут пункты сборов, будут мобильные группы, которые будут ходить по дворам или по квартирам и собирать подписи. Будут коллекторы, члены инициативной группы, потому что по закону только они имеют право собирать подписи, которые будут собирать по 10-15 подписей в своем подъезде, в своем доме и так далее. Мы объявим, как будет происходить весь этот процесс. Но важно понимать, что при собирать подписи могут помогать и люди, которые не являются членами группы. Просто у них не будут этих листов, но они могут говорить с людьми, продвигать наши призывы и приглашать людей на вот эти пункты. Да, вот я хотел бы добавить и уточнить, Виктор, не то, чтобы нет решения, есть понимание, как развивать. Просто нужно это все понимание распределить. Мы просто не хотим идти впереди паровоза, мы хотим сначала зарегистрировать группу, чтобы все, дорога была открыта. И дальше мы начнем следующий этап, чтобы не идти впереди паровоза. Я дам простой пример, к примеру, как может собираться, кроме стандартных кортов или палаток, в том числе, как те люди, которые не члены инициативных групп, которые сами не имеют права без листов, как они могут помочь? Очень просто. Вы живете в доме, многоквартирном доме, вы очень хотите, чтобы премар шел в отставку. Вы сами напечатаете одно объявление в такое-то время, в такое-то час. Вы связываетесь с инициативной группой, с кем-то договариваетесь, с коллектором. Печатаете объявление в такой-то день, какого-то числа, числа Х, в 18, в 0 или в 19. Здесь будет человек собирать подписи за отставку. Пожалуйста, выходите. Наклеивает на 4-5 подъездов. И все. Звонит человеку, выходит с людьми, приходит коллектор, человек, который авторизирован группой и собирает подписи. Вот так может сделать каждый в своем доме. на весь город. Это одно из способов. Их множество. Тут технический момент. Самое главное, чтобы ее зарегистрировали и процесс пошел. Есть еще и опыт предыдущих лет. Конечно. Я лично участвовал в общественном опросе. В Кишиневе есть более тысячи многоэтажных зданий. Инициативная группа распределяется, каждому выделяется отдельный сектор и он в этом секторе занимается сбором подписей. Опять же, будут организованы и стационарные пункты, где можно прийти заполнить подписные листы. Будут мобильные пункты. И в каждом пригороде тоже самое. Абсолютно. То есть, самое главное, чтобы горожане... Дело техники. Да, опыт есть, в этом нет никого. Чтобы горожане, единственное, чтобы были внимательны, чтобы не отдавали подписи непонятным людям с непонятными листами, чтобы посмотрели на лист, там должна быть печать ЦИКа, человек будет сделить сумасшедшим. Чтобы не было клонов, которые могли бы... И не подписываться, к примеру, три или четыре раза на разных листах, потому что мы все равно будем это сверять, чтобы не было... То есть, если один раз подписался, все, к тебе приходит, случайно может прийти кто-то другой подойти через неделю, скажет, нет, я уже подписался, спасибо. Это технические вещи, мы будем об этом обращать, будет и пресс-конференции, и интернет, и социальные сети, и посредством структур, в том числе, и партийных структур, у каждой партии есть своя, как бы разветвленная сеть, то есть, гражданские активисты, это все техника. Прорабатывалась такая тема, на какой именно вопрос должны ответить кишиневцы в какой формулировке? Мы решили, мы решили, то есть, это тоже закон предусматривает, мы должны были решить это на заседании, когда сформировали группу, я не помню точно, там юристы должны были с переводом на русский язык решить, но... Как перевести слово «ривокария»? Как перевести слово? Отзыв, либо остранение? В ромовском это будет звучать как «сюнтез де аккорд» с фирой «вокарт примару» Дорин Кертака, и по-русски уже согласны ли вы с... На отзыв Дорин Кертака или остранение? На русскую формировку у филологии с юристами? Ну, нужно проработать, да. А стандартная, обычная формировка? Один вопрос. Конечно. Два возможных ответа. Конечно. Да или да. Да или да. И, собственно говоря, в день выборов, если это будет, мы надеемся, что должны быть вместе с президентскими выборами, люди получат два бюллетеня. Один президентский, там они уже голосуют по своим убеждениям политическим, и каким лидерам им нравится, не нравится. И один по городу. Нравится им, что происходит в этом городе последние 9 лет, и не нравится. Уверен, что очень мало людей, которые могут сказать, да, мне нравится, как выглядит сегодня Кишинев и каким он стал спустя 10 лет. Да мне тоже что-то подсказывает, что бюллетень на эту тему референдума будет гораздо короче, чем президентский бюллетень, да и ответы там будут более решительные. Я уже задавал вопрос о реакции чиновников при Мари. А вот как сами ваши коллеги, муниципальные советники из других партий относятся к этой идее? Ведь я так понимаю, что даже есть некоторое перетягивание дела. Кто первым подал идею о референдуме, кто второй? В Совете были какие-то трения, но опять-таки это все было на уровне поговорить. В целом, Виктор может сказать, ребята, Виктор присутствовал практически на всех переговорах между фракциями. Даже если мы где-то в Муниципальном Совете по каким-то проектным решениям, то есть какие-то вещи, у нас есть какое-то разное видение. Где-то нам не нравится одно или другое. Что касается референдума, практически все фракции, за исключением либералов, еще непонятно, этот один демократ, еще непонятна у него позиция, практически все фракции согласны и они участвуют. И буквально сегодня, Виктор может пару слов сказать, сегодня уже собиралась координационный совет, группа, работа идет полным ходом. Подготавливаем документы на подачу. Здесь очень важный момент, что каждая из партий, которая представлена в Муниципальном Совете, имеет вполне адекватные возможности собрать эти подписи, организовать этот референдум. Другое дело, что партии понимают, что у каждой партии есть свой электорат. И чтобы не перевести этот референдум в политическую плоскость, решили объединить всех участников процесса и чтобы этот процесс был возглавлен гражданским обществом. Естественно, кто-то боится, что начнут партии перетягивать на себя. Я не думаю. Я не думаю. И тем более все согласились, что это должна быть общая инициатива. И чтобы не было ситуации, что вот кто-то первый или кто-то больше собрал, или кто-то меньше, решено, что руководителем всего этого процесса будут гражданские активисты. чтобы все были в равных условиях. Нету субъекта перетягивания. Совершенно верно. Как бы делить шкуру неубитого медведя. У всех одна и та же цель. Нет. Подзану. У меня вот такой вопрос, который, ну, я попрошу коротко на него ответить, каждого из вас. Ведь, ну, например, предположим, что к этому бюллетеню каждый из вас, то есть, или организаторов этого референдума, мог бы приложить такой список причин, почему надо прийти на референдум, и почему надо так или иначе проголосовать. Вот что бы вы вписали в этот список вот в отдельности, допустим, начнем с вас, Сергей. Что вписали бы главным поводом подняться и прийти и активно проголосовать на референдум? Главным поводом для меня является, что руководство премарии во главе с Киртуаком не представляет интересы граждан, занимается собственными интересами и собственным бизнесом и высасыванием денег из публичной собственности в пользу либеральной партии. Вот это для меня главная проблема. Вашим приложениям для литей. Значена коррупция. Потому что коррупция, если она еще есть и по всей стране, и в госорганах, но в премарии она разрослась до космических масштабов и практически вся работа премарии состоит в том, чтобы принимать решения и администрировать город в интересах коррупционных каких-то структур, в интересах частных людей, предприятий, а не в интересах горожан и муниципе Кишинева. Станислав, что бы вы предложили после такого вкладыша? Однозначно, это коррупция, помноженная на некомпетентность, которая приводит к тому, что Кишинев деградирует. Городом никто не занимается. Даже не на уровне городского видения современного, когда города уже во всем мире приходят на электронные системы управления, когда все, что можно, можно уже делать дома, через смартфон, через интернет, начинают разрешение, заканчивая жалобами и так далее, городскими услугами, Wi-Fi и так далее. Город просто, не только не развивается, он развивается в обратную сторону. Он деградирует из-за того, что верхушка коррумпирована и некомпетентна. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я думаю, что продолжение обязательно будет, состоится, как собственно и сам референдум, уже с даты, как повезет. И в нашей программе «Городская среда» мы не раз уже говорили о том, что город не просто деградирует, мне кажется, он даже и погибает, потому что то, что сегодня, чем является сегодня сегодняшний Кишинев, это совсем не то, чем должен был быть по задумке его, ну не знаю, тех, кто вкладывался в генеральный план строительства главного города Молдовы и то, как создавалось районирование, как, в общем-то, складывалась жизненная среда Кишинев. Да и какой должна быть столица. Какой должна быть столица. И если они уже претендуют на... Среди европейского континента находятся. И в этом, ну в этом вашем начинании, лично я, наверное, как и многие наши телезрители, готовы пожелать вам удачи. Будем за всем этим следить, активно участвовать, ну с точки зрения журналистики, освещать продвижение, так сказать, работы инициативной группы. Ну и хотелось бы, конечно же, этих изменений, наверное, даже тем, кто может быть, ну знаете, как бы готов, наверное, принять участие, но может быть, что-то его сдерживает, или готов активно участвовать в изменениях, которые должны наступить Кишиневе, но что-то их сдержит. Ну, надо, наверное, как-то разбудить, если не свой характер, то свою совесть. И тогда это случится. Спасибо вам за сегодняшний разговор, будем следить. Спасибо. Вам удачи. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был представитель инициативной группы по созданию организации референдума по отставке Дарина Киртуака гражданский активист Виктор Керондо. У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Станислав Варданян. И у нас был в гостях эксперт Сергей Тафилат. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова